На заседании председатель комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу доложила, что с 27 сентября во всех детских садах Десногорска будет включено отопление. Теплосети города готовы к зимнему периоду. Ведутся работы по ремонту и утеплению многоквартирных домов. Ведем работу по утеплению контура многоквартирных домов. И ряд домов у нас выполняется текущий ремонт подъезда. Все эти города в утеплительном сезоне подготовлены, поэтому никаких проблем с подключением объектов нет. Наш город молодой и спортивный. Десногорцы принимают активное участие в соревнованиях. В этот раз наши дзюдоисты добавили в копилку области еще одну победу. 22-24 сентября в Смоленске прошло первенство цифрового России по дзюдо. Среди молодежи до 18 лет. В Смоленскую область представляли спортсмены из Десногорска. Наш спортсмен Галачев Денис из третьей школы. Единственный со Смоленской области занял третье место. В образовательных учреждениях продолжается работа по проекту «Слава Созидателям». Ученица второй школы Ульяна Пасынкова стала победителем всероссийского конкурса «Наследники Гагарина». За свои награды школьница отправится в Министерство науки в Москву. Десногорская семья Голубевых стала лучшей в области. С 1 октября в нашем городе начинается осенняя призывная кампания на службу в ряды российской армии. Из Десногорска отправится 86 юношей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова